Какой должна быть рабочая неделя? Об этом в среду зашел разговор на съезде Федерации независимых профсоюзов. Что по этому поводу сказал премьер? Владимир Путин принял участие в форуме, где также обсуждался еще целый ряд актуальных вопросов, в том числе и пенсионный возраст. Ольга Скобеева отправилась в то самое железнодорожное депо, где только-только стихли разговоры о правах трудящихся. Седьмой съезд Федерации профсоюзов России, кстати, первый в новом году крупный общественный форум, удивил в первую очередь местом встречи не торжественный колонный зал Дома Союзов, где, в общем, всегда заседают профсоюзы, а обстановка максимально приближенная к родной для трудящихся вагонное депо, где круглосуточно кипит работа, видимо, чтобы разговор получился максимально предметным. Может и колонный зал Дома Союзов вам не очень нужен? Вы тогда скажите, обращайтесь, мы поможем. Хотя действительно, вот без шуток, подходящее место. Защита трудящихся на фоне специально развешанных к съезду символичных плакатов в стиле советской агитпропаганды. Один плакат на фасаде, кстати, даже решили оставить, как напоминание о главной цели профсоюзов. Решать проблемы развития и конкурентоспособности нельзя за счёт замораживания зарплат, отказа от социальных гарантий или введения упрощённой системы увольнений, при которой работники никак не защищены, а просто выбрасываются на улицу. По нашему законодательству продолжительность трудовой недели составляет не более 40 часов на основной работе и до 20 часов на работе по совместительству. Эти положения пересмотру не подлежат. Эти слова премьер-министра были, пожалуй, самыми долгожданными. Предложения Союза промышленников и предпринимателей перекроить трудовой кодекс и увеличить рабочую неделю Путин не поддержал. Они не спросили. Они думали, что многие вопросы, которые они, как имеющие недвижимость, имеющие предприятия, имеющие какие-то суммы денежные, большие, они могут решить что угодно и за кого угодно. То есть не спросясь у человека труда. Поэтому профсоюз как раз и однозначно ответил на все их запросы. Однозначно ответил нет. Впрочем, проблем остается немало. Общий объем задолженности по зарплате уже начал уменьшаться, но цифры по-прежнему впечатляют. 3 миллиарда 200 миллионов рублей. На восстановление рынка труда государства потратит 105 миллиардов рублей. В ближайшие годы моногородах организуют как минимум 200 тысяч новых рабочих мест. Схема действий успешно опробована на автопроме. Производство в пик кризиса сократилось, как известно, больше, чем вдвое. Казалось, наши автомобильные заводы уже все лежат на боку и им уже никогда не подняться. А если вы помните, многие предлагали вообще прекратить заниматься автопромом и начать все закупать за рубежом. Напомню, однако, что только на автосборочных конвейерах у нас работает порядка 600 тысяч человек. Еще около 3 миллионов человек на смежных производствах. А сколько это будет с членами семей? Разве мы могли оставить этих людей, не подумать о будущем их детей? Конечно, нет. На Таганрогском автомобильном заводе работа действительно есть, но сотрудники недовольны зарплатой. Создан даже альтернативный профсоюз. Высчитали региональный прожиточный минимум на семью, на заводе получилось платят в 6 раз меньше. На семью из 4 человек заработная плата двух взрослых родителей должна была составлять порядка 60-70 тысяч. Это чтобы жить, собственно говоря, иметь страховки, делать ремонт в квартире, купить автомобиль. Я понимаю, что иногда это тяжело. Ну, как бы, вот, если планка максимум, да, допустим, это можно, кажется, обсуждать, а заработная плата в реальности 10 тысяч в среднем. На съезде Путин говорит и о новой системе страховых взносов. Уйти в тень бизнес не должен, ведь так называемые серые схемы и зарплаты в конвертах оборачиваются не только потерями для бюджета. Это в первую очередь грубое нарушение прав самих работников, сокращение объемов социальных гарантий и занижение будущих пенсий. Недопустимо и то, когда руководители учреждений только за свой начальствующий пост получают в разы больше, чем рядовые врачи или учителя. Мною дано соответствующее поручение разобраться с такими вилками по зарплате. Отдельная тема – трудовая миграция. Рабочие места, понятно, будут создаваться в первую очередь для россиян, но и без легального привлечения новых рабочих рук растущей экономике не обойтись. Наша задача – использовать все плюсы импорта трудовых ресурсов и при этом избежать имеющихся здесь рисков, в том числе межнациональной, межконфессиональной напряженности, криминализации и коррупции. Мы должны выбить социальную почву из-под ног тех, кто хотел бы расколоть, рассорить российское общество, ослабить, нарушить единство и целостность нашего государства. Вопрос повышения пенсионного возраста в России не стоит. Повышать, по словам Путина, нужно качество жизни. Ольга Скобеева, Вероника Богма, Сабина Агабаева, Наиль Муглединов и Руслан Клементьев. Вести неделя.